Вовсе не праздничный подарок получили работники фирмы Каргау Казметик Новому году. Их известили, что с 1 февраля они будут работать по более плотному графику. Часть сотрудников и вовсе уволят. Уведомили просто, раздали пустые бланки и сказали расписаться. И пригрозили, не распишешься, будут проблемы. Фирма занимается охраной объектов группы казахмых в Балхаши, Усть-Каменогорске и Жасказгане. По неофициальной информации, Усть-Каменогорские и Жасказганские сотрудники готовятся объявить забастовку. А в Балхаши, в местном дворце культуры, прошло собрание, на котором руководство компании попыталось объяснить работникам необходимость непопулярных мер. Правда, из работников пришел только каждый пятый. Руководители среднего звена, преимущественно бывшие сотрудники внутренних дел, поддержали непопулярную инициативу. Если учредители, то есть учители этого ТО в нашей организации приняли решение о изменении графика несения дежурства, извините, мы должны это выполнять. Просто в настоящее время соблюдаются все процедуры, которые предусмотрят трудовые загадачи. Понимаете меня, нет? За это заранее, это не сегодняшнее, не завтра, сегодняшнее, это переходим на сутки-двое, это будет аж с 1 февраля. Поэтому вам дается право все документации, все вы ознакомцы, все вы расписываетесь. Кто не согласен, пожалуйста, с изменением условий труда, кто не согласен с изменением условий труда, в это время дается для того, чтобы вы подыскали себе другую работу. У рядовых работников своя логика. По закону, количество рабочих часов в месяц не может превышать 160, а при новом графике этот лимит существенно вырастет. Говорили работники и о других наболевших проблемах, припомнили и низкую зарплату, и добровольно-принудительные вычеты. Все удерживает, да? За год за одного человека примерно, в среднем я скажу, 60-70, да? За год примерно. Это с одного человека. А в Курнал примерно 700 человек, правильно же? Нет. А сколько? Членов правоскома равных 550. Ну вот 550, пусть будет. Это на секунду. Вот теперь считайте, на одного человека 60, да? Умножить на 500, сколько это будет, да? А вот теперь смотрите, это у нас удерживает у каждого человека. А вот, ну, примерно я себя возьму, да? Да, вот у меня свадьба будет, да? Мне подсказали, что надо записать. Я к вам уже подходил, записывался, да? И что? Вот теперь у меня сагат, короче, удерживает, ну, примерно 60, да? А потеси уже какой-то 4700 тенге, да пусть себя не засуну куда-то. Давайте посмотрим вот так. В местном правкоме лишь разводят руками. Мол, сокращений вряд ли удастся избежать. Вот по корпорации везде идет волна сокращений, везде. Теперь даже вот будник один. Получается, с 20 постов останется только 9 постов. Это больше половины получается. Это же охранники там работают. И это вот уже как идет заказчик охранных услуг. И как бы он диктует правила. Мы предпринимаем, в свою очередь, меры, чтобы сокращений было поменьше. И постараемся, наверное, чтобы вообще их не было. Но не все только от нас. Впрочем, особо защищать интересы своих членов профсоюзный деятель не спешит. На собрании она сидела в президиуме вместе с руководством предприятия и активно проводила в жизнь его решения. Видимо, страх потерять место и попасть в черный список за несговорчивость пересилил чувство долга. В Балхаше, кроме как на предприятиях Казахмыса, работу практически не найти.